Шайкут срочно готовит подарок под выборы Путина. Черноморский флот худеет прямо на глазах. И верят ли россияне в историю сырковой оппозиции? Об этом и не только. Говорим сегодня с российским оппозиционным журналистом, ведущим Ходорковский Лайв Сергеем Асланяном. Сергей, рад вас приветствовать. Спасибо, что нашли время. Здравствуйте. Всегда рад вас видеть. Всегда найду для вас время. Перед тем, как мы начнем наше с вами общение, мы здесь традиционно сначала обращаемся к нашей с вами аудитории. Если вы смотрите видео, поставьте ему лайк, напишите под ним комментарий, например, чтобы вы спросили у Сергея Асланяна. И также напишите обязательно, откуда вы нас смотрите, потому что это все помогает в продвижении нашего видео. И наш сегодняшний разговор потом посмотрят как можно больше людей. Сергей, я хочу начать наш разговор с того, куда девается Черноморский флот. На прошлой неделе вы уничтожили ракетный катер «Ивановец». Уже стало известно, что смогли подавить катер шесть украинских дронов «Магура». Об этом уже официально завела наша разведка, а именно Кирилл Буданов. Вот как вы, Сергей, считаете, насколько вот такого рода события могут влиять на рейтинг Путина перед выборами, да и в целом доносят ей такую информацию в секретные папочки Путина? Мы с вами перед этим в мирное время удивлялись, например, существованию флотов от стран, не имеющих выхода к морю. Они бороздили океан и все время вызывали некое изумление своими вот этими красивыми знаменами. И было непонятно, там у Монголии, например, у нее что, есть флот? Флот есть, море нет. А вот сейчас мы пришли к такой удивительной ситуации, когда Украина, которая не имеет активного своего боевого флота на Черноморье, тем не менее морской бой выигрывает. Вот как только началась война, как только Россия напала на Украину, и Россия-то как раз, она так очень любит побряцать оружием. У нас, знаете ли, тут и корветы, и ракетоносцы, и Россия, она всегда могучая сверхдержава. И в этом отношении у России удивительное историческое искажение, потому что сухопутным частям российским им всего на все порядка 100 лет, они где-то в 1918 году были придуманы, а флот 1703-го, потому что его Петр I придумал, забыли все-таки переписать историю, и флот, и поэтому получается, что сверхдержава морская напала на Украину, которую защищаться-то было нечем, и в морском бою выставить было тоже нечего. И тем не менее Украина однозначно совершенно, во-первых, победила на Черноморье, во-вторых, загнала Черноморский флот на свои дальние точки базирования с тем, чтобы никак не попадать под огонь ствольной и реактивной артиллерии в СССР. А тут выясняется, что, оказывается, в 21 веке еще существуют какие-то такие дроны, а если открыть военно-морской устав, там ничего про это не написано. Там написано, что, блядь, врага огнем, штыком и прикладом, если что, попробуй ему пасть буденовкой и прочитай ему что-нибудь такое очень важное, чтобы он усовестился. Война 21 века показала, что необязательно иметь флот для того, чтобы разгромить российский отсталый 19 века. И в России огромное количество в мирное время погибших кораблей – это нормальное существование флота. И когда я, например, служил на Черноморском флоте, был у меня такой момент в биографии, у нас регулярно зачитывали приказ. Строили нас их и объявляли о гибели очередного корабля Черноморского. А войны никакой не было. Ну, разве что в Афганистане. И каждый раз объясняли нам, что это в результате халатности, неустановных отношений. То есть это было нормальным, когда в России корабли погибают в мирное время. Вот просто так. И с тех пор, собственно, все привыкли к тому, что есть война или нет война, а в России корабли все равно погибают. А здесь добавилась война, которая ничего абсолютно не изменила, и у России корабли продолжают погибать. При том, что очень стыдно сказать, сражений с кем? С Украиной, у которой флота вроде бы нет. Но у Украины 21 век, а у России 19. И вот пришли дроны, и начали уничтожать один корабль за другим. И Россия в этой связи единственное, что может сделать, это прострелизы и затекречивание данных по поводу команды погибшей или не погибшей, куда-то она делась, наверное, все в долгосрочном отпуске. Вот эта ситуация будет продолжаться, причем это ведь просто та картина, которая успехом увенчана, поэтому мы можем ее и в телеграм-каналах, и иногда даже на официальных средствах массовой информации как-то в виде отголосков ощутить, что да, действительно, есть. А есть еще огромное количество работы, которая не видна, и вот в ближайшее время будет уничтожен Крымский мост, и все опять разведут руками и скажут, как так? Что Украина опять? Да сколько ж можно? А где же? А вот этот вопрос, а где же? А нету ничего. И это как раз вот то самое ошибочное целеполагание, когда России нужна была маленькая победоносная война. Началась она с Порта-Артура, и закончилась бесславной, а вот сейчас, напав на Украину, зная, что у нее флота нет, и выдавивнув туда свою ударную группировку Черноморского флота, получилось, что опять просчитались. И так будет дальше, потому что Россия, она не строит боевые корабли. В России была очень серьезная проблема еще до войны, когда на внутренних совещаниях пытались определить, как так получилось, что Россия в принципе не строит никаких кораблей, ни боевых, ни гражданских. И был даже назначен специальный человек, который очень хорошо себя показал в Минпромторге, это такой большой, умелый менеджер из министерства. Он сказал, давай-ка ты займешься у нас флотом. И он попытался построить два корабля, и было сварено всего два корпуса, а дальше возникла очень неприятная заминка. Понимаете, так получилось, что Россия не производит ничего, из чего состоит корабль, что гражданский, что боевой. И когда сварили два корпуса, дальше встал вопрос, а, знаете, у нас, например, нужна проводка, кабели обычные, чтобы внутри было хоть какое-то там сообщение между носом и кормой. Они бывают только итальянские, а Италия почему-то с Россией не дружит. А, знаете, нам нужно, наконец, оборудование навигационное. Знаете, а у нас нет навигационного, потому что оно в основном немецкое, швейцарское и американское. И вообще вот так вот по своему списку пробежалось, и выяснилось, что не еще строить корабли. Поэтому то, что сейчас делает Украина, уничтожая один боевой корабль за другим боевым кораблем, это невосполнимые потери. Вот у России больше нету, и больше не будет, и взять неоткуда. Ну, наверное, можно купить северокорейский. А учитывая, что Россия все-таки через какое-то время, к сожалению, попытается напасть на Европу, на страны НАТО, у нее точно такой же ситуации, окажется Балтийский флот, потому что нужно будет как-то перерезать коммуникации, попытаться отрезать морское стабжение Скандинавии, нужно будет как-то блокировать страны Балтии. Ну, это тоже одноразовый флот, у которого каждая потеря будет невосполнимая. И это не мешает, тем не менее, Путину открывать папочку, в которой написано о том, что, ну, во-первых, страна процветает, экономика устойчива, люди счастливы. Если Путин в какой-то момент усомнится, подумает, что-то слишком елейно в этих папочках. Он может всегда получить достоверную информацию, может включить телевизор. А там Путина обожают. Рабочие, заламывая кепку, говорят, Владимир Владимирович, ну как же без вас? Любая доярка на любой соц. отброс начинает отвечать с благодарности Путину. Государственная Дума, состоящая из светильников разума, она вся изнемогает от желания помочь товарищу Путину, укрепить репутацию товарища Путина, поддержать товарища Путина. Все отлично. Ну, нет успехов, но в следующей папочке написано, что ВВП есть, экономика стабильна, оборонная промышленность что-то такое производит, поэтому можно продолжать. А то, что по танкам неусполнимые потери, по пушкам неусполнимые потери, по кораблям неусполнимые потери, и только по людям они восполнимые. Потому что на зоне в России контингент не закончится никогда. Поэтому в этой двойственности Путин будет находиться до того момента, пока ему в дверь не постучат и не скажут, Владимир Владимирович, простите, тут вот из Гааги приехали за вами, конвой. И он будет считать, что во-первых, он победоносен, во-вторых, он любим, в-третьих, у него такая экономика, такая страна, настолько стабильная, что на этом фоне даже как-то неудобно говорить, Владимир Владимирович, вы знаете, а вот этот вот маленький катер с ракетами, который утонул, имея свое тракторное название, практически Кировец, но только Ивановец, вы знаете, это неусполнимая потеря. У нас их всего-то было раз-два, я обчелся, а больше не будет. Как-то неудобно тревожить на Олимпе богов такими странностями. Поэтому Украина будет продолжать побеждать, а Россия по-прежнему будет не знать об этом, каждый раз считает, что это просто-напросто пропаганда. Вот в связи с этим, то, что вы рассказали, в целом, насколько ситуация на фронтах, успехи или же неуспехи, важна для политтехнологов, Путина, ведь снова появляются новости о том, что Россия планирует захватить Купинск до марта, а до этого мы часто видели новости о том, похожие новости о том, что Россия планирует захватить Авдеевку до президентских выборов. У России на гербе две головы, они смотрят в разные стороны. Это не историческая традиция из уважения к Константинополю, откуда была взята эта эмблема, ставшая логотипом, со временем гербов. Это как раз двойственность всего, что происходит в России. Но в России же не случайно, например, два первых канала телевизия. В России не случайно две столицы. Поэтому в России все неоднозначно. И в России две совершенно разные пропагандистские системы. Одна рассчитана на население. И население рассказывает о том, что, во-первых, все хорошо. Смотрите на свои же собственные средние зарплаты. Вы все шикарно живете. У вас у всех потрясающая финансовая стабильность. У вас очень смешной процент по ипотеке. У вас у всех машин, вы все на югах, на море отдыхаете с утра до ночи. У вас прекрасная жизнь. С другой стороны, тут же параллельно идет пропагандистская очень неприглядная картина по поводу того, что все для фронта, все для победы. Стиснем зубы, сплотимся вокруг нашего знамени, нашего лидера, победим и возьмем очередную нашу какую-нибудь часть территории Украины. И они никак не совмещаются. Поэтому люди, они вольны выбирать. Они живут в мирной стране, процветающей. Тогда непонятно, правда, что это вдруг им в Белгороде на голову что-то прилетело такое. Да и в Москве. Ха-ха, посмотрите, ой, кажется, это дрон. Давайте спрячемся в бомбоубежище. А где это? А с другой стороны, ну, вроде как, вот тут война. То есть вот это совмещение войны и мира, оно отдается человеку на выбор. И он смотрит. Да нет, вы знаете, я, наверное, сейчас свежий айфончик себе куплю, потом пойду иномарочку посмотрю, и вообще надо как-то запланировать куда-нибудь летом съездить. В Турцию, наверное, или в Таиланд. А рядом война. И они вот на выбор. И люди выбирают в основном мир. Поэтому к разговору о том, как относится к этому страна, знаете, жены мобилизованных плачут. А население вообще не понимает, в чем горесть-то. Что такое случилось? В Белгороде очень показательном, в котором погибают, простите, в котором прилетает, в котором что-то взрывается, что-то горит, там конфликт не носит раздумий людей о том, что война. Они погибают, их бомбят в результате того, что их страна напала на Украину. Не, минуточку. У них претензии к губернатору. Губернатор, а почему ты нас не обеспечил? Мирным небом, бомбоубежищами, колбасой, селедкой, отоплением. И это как раз позиция мирного человека, на самом деле позиция стандартного, инфантильного человека. Итого, Россия дает людям выбор. Вы за мир или за войну. Те, кто за мир, живут в мире в полном ощущении, что подарок к Новому году, сейчас вот День Святого Валентина, нужно любимое что-нибудь такое подарить. А другие в этом моменты страдают, потому что война, потому что муж на войне, потому что убило, потому что компенсация, потому что инвалиды. И они вправе не замечать этого, им дается такая возможность. И, собственно, этим и объясняется звериная жестокость по разгону абсолютно любого несогласия. Потому что на фоне всеобщего благоденствия они портят картинку. Ну, как так получается, что какие-то жены с чем-то несогласны, какие-то мобилизованные, что еще какие-то там инвалиды по каким-то поводам. То есть, так или иначе, нету причин для недовольства. В стране все очень хорошо. И каждый раз, когда из-за границы взгляд пытается как-то более-менее проникновенно глянуть на российскую ситуацию внутри страны, то вызывает недоумение. Ну, слушайте, у вас же война, у вас же армия погибла. Вы же ее проиграли. Вы же Авдеевку два года взять не можете. Вы же в принципе показали, что вы абсолютно бессильны. Другое дело, что тут упорные, но вы при этом бессильные. И вы погибаете зазря. И у вас сейчас невосполнимые потери 300 тысяч, 400 тысяч. Вы сами боитесь этих цифр. У вас уже нечем воевать. Это точка зрения за границей. А внутри страны этого не видно. И когда кто-то говорит о том, что, наверное, это шатнет рейтинг Путина, это не взаимосвязанное событие. Рейтинг Путина не может поколебать абсолютно ничего. Рейтинг Путина формируется в телевизоре. Российский человек не привык думать сам. Он мыслительный процесс отдал телевизору. А телевизор ему сказал, что Путин это лучшее, что страна процветает. И здесь не может быть в принципе никакого рейтинга о том, что есть какое-то небольшое количество отщепенцев, которые живут своим умом, анализируют, понимают, недовольны, несогласны, в ужасе, понимают, что страна погибает. Они понимают, что Путин расплатился России за свои личные утехи. их голос никто никогда не услышит. И за рубежом именно поэтому непонимание. Давайте мы сейчас санкциями заставим людей жить хуже, они все поймут и обратят свои гневные возгласы к Путину, а со временем свергнут его. Никогда этого не произойдет. В принципе не произойдет. При Сталине не было, при Брежневе не было, при всех остальных и при Ельцине поздним тоже не было, и при Путине подавно не будет. Страна благоденствует, рейтинг незыблем, Путина обожают, есть отдельные проблемы и недочеты, в основном инспирированные Западом из-за границы. И до тех пор, пока за границей ждет, что какой-то рейтинг что-то подскажет, что какая-то точка зрения людей сформируется и станет учитываема властью. И может быть через какое-то время кризис на войне породит некий внутри страны диалог власти и населения. Никогда. В России все решается не снизу вверх, а сверху вниз. Перестройка в России в Советском Союзе произошла в качестве партийного переворота. Это пришла группа молодых коммунистов вместе с конкретно Горбачевым, которые решили реформировать коммунистическую партию. Ну, нечаянно реформировали целую страну. Не может быть изнутри, не может быть благодаря диалогу, не может быть благодаря точке зрения населения изменений где бы то ни было. Единственное, что может измениться, это переполненность камер предварительного заключения в околотке. Там станет теснее. Все, больше ничего. Поэтому наверху прекрасная совершенно жизнь. Там армия побеждает, экономика стабильна, население в рейтингах всегда поддерживает, соцопросы говорят о 100% и все за. За границей этого никогда не поймет. и когда условно говоря приходится дискутировать с людьми, которые так или иначе это готовы проанализировать, я спрашиваю у тех же недавних людей, живших в Советском Союзе. Вот вы, когда, например, в Эстонии советской, республиканской жили, как вы были против Сталина? А как вы были против Брежнева? А как вы были против советской власти? Никак, вы ее поддерживали. Вы служили в армии советской, вы вступали в коммунистическую партию, вы записывались в очередь на «Жигули». А что же вы теперь-то требуете от людей, оставшихся внутри России, иного поведения, которого вы сами в себе не нашли, не ощутили и не предъявили? Вы жили покорно, понимая, что вы живете вот в этой стране, в которой так. А с тех пор, как вы, наконец, оказались в другой ситуации, под зонтиком НАТО, в Евросоюзе, у вас свободная, классная жизнь. Вы что, забыли, каково это под сапогом КГБ? И вы надеетесь, что теперь в России кто-то, когда этот сапог уже задавил и затоптал, из-под него вырвется, точно так же, как вы не вырвались, точно так же и эти не вырвутся, несмотря на то, что не все согласны быть под сапогом. Сергей, все-таки не могу вас не спросить касательно Купинска, вот как нам в Украине эту новость стоит воспринимать? Это все-таки условный шойгу готовит подарок Путину к выборам, или же это исключительно политтехнологии? Советская власть, например, всю Вторую мировую войну, она норовила какой-нибудь подарок к празднику. К 7 ноября, например, освободить Киев, или там знаменитый десант на Эльтиген к 7 ноября 42-го года, когда была набрана из казахов, не умеющих плавать, десантная ударная группировка, порядка 10 тысяч человек, и практически вся она погибла. Эта десантная операция на Эльтиген дала около 60 героев Советского Союза, и не привела абсолютно никакому успеху. И тем не менее, она должна была быть подарком к 7 ноября. Поэтому Советский Союз, а сейчас в России восстановлен Советский Союз, это страна, такая сплошная потемкинская деревня, где все достижения придуманы, и все графики роста, они прибиты гвоздями к стенке, чтобы, не дай бог, не отвалились. И теперь уже, вернувшись полностью к Советскому Союзу, возродив ГУЛАГ, возродив Коммунистическую партию, возродив партсобрание, возродив шельмование на потребу толпе с растерзанием ошельмованного, конечно же, и возрождается традиция, во что бы то ни стало, к празднику какого-нибудь подарочек. Ну, если не Киев, то Купинск хотя бы, ну, в конце концов, Авдеевка. Но если не получится, тогда мы любую другую деревню провозгласим свежеосвобожденной, незавоеванной ни в коем случае, и преподнесем ее в качестве подарка. Но здесь не стоит какого-то стратегического плана, потому что контратака, контрнаступление, наступление, военная спецоперация, любое событие на фронте, оно не в тот момент, когда готово реализуется, а именно к празднику в качестве подарка, безотносительно того, а есть чем, а есть кому, а вообще, в принципе, зачем нам туда? Неважно. К праздничку должно быть. Если праздником воцарения на престоле вечного Путина должно быть что-нибудь такое вещественно-доказательное, блистательно-великолепное, то победа на фронте, конечно же, подойдет для этого. Победы нет, назовем любое действие победой. Но Купинск как раз сейчас провозглашается как цель для того, чтобы предпраздничное настроение уже проникло в сердца граждан. Сергей, подвожу вас так плавно касательно новостей из-за Киев. На прошлой неделе наш украинский легендарный генерал Марченко заявил, что Россия может попытаться еще раз пойти на Киев в этом году. Вот хочу вас спросить, действительно ли Путин отказался от идеи захватить Киев? Вот так вот напрямую, когда войска обстали, примкнули штыки и строевым шагом отправились на Киев, конечно же, нет. 24-й год, по всем прогнозам, это будет тяжелейший год, во-первых, в истории Европы, во-вторых, в истории этой войны. И сейчас, из февраля, мы не очень видим все то, что затевается. Не случайно, издание Бильд опубликовало доклад о готовящемся нападении Путина на Европу. Не случайно, британская разведка, сопоставив свои данные, единственное, что она дату другую назвала, более отсроченной, но тоже посчитала, что это очень вероятно. министр обороны Норвегии заявил, что от одного года до трех период, когда Россия нападет на страны НАТО. Из страны Балтии три министра обороны, Латвия, Литва и Эстония, не случайно собрались, подписали окинги, и начали строить линию Маннергейма. Именно потому, что они прекрасно понимают, что невменяемый сосед нападет. Со стороны аналитиков, прекрасно понимающих, как именно выглядит беспомощная российская армия, это вызывает недоумение. Вам нечем наступать. Куда, какая Европа, вы с Украиной справиться не можете. С точки зрения Путина, это совершенно другое целеполагание. Он готов расплатиться страной, он готов расплатиться всем населением России ради того, чтобы оставаться в статусе самого главного на планете Земля. Это негативный статус в данном случае, но раньше у Путина был очень серьезный комплекс неполноценностей. Конечно, он остался. И ведь Путин свое управление начал с того, что в 2000 году в Давосе удостоился очень циничного вопроса, кто есть мистер Путин? Путин, вы кто? И ответить на этот вопрос было невозможно. И не случайно российская делегация тогда публично на глазах у планеты Земля замялась с ответом, кто же такой Путин? А вот теперь Путин пришел к тому, что он номер один на планете Земля. Вот от него зависит Америка, Китай, от его воли. И он никак не может одолеть Украину. Но поскольку война с Украиной у Европы стала привычкой, то есть, конечно же, никто не отрицает, что Украине надо помогать. Но было ворвение уже нет. Тем более, что мы видим, небо до сих пор не закрыто, F-16 так и не поступили, танков, ну, пара батальонов. То есть, Украина должна биться сама по себе, потому что для Европы это где-то там за забором. Это чужая разборка, это не европейская, это не Третья мировая война, хотя это она и есть. Но Украина не признает эту Третью мировую войну, им так удобно. И получается, что там где-то какая-то война, в основе которой не победа, в основе которой величие. И вот пока эта война идет, Путин номер один на планете Земля. И Путин поднимает телефонную трубку и говорит Байдена мне. И Байден птичкой, быстренько к телефону. How do you do? Он тут же моментально на проводе. Раньше такого не было. И вот поскольку к войне в Украине все привыкли. И все привыкли к тому, что ну да, есть такой Путин. Ну да, так уж и быть, сейчас пакет санкций просим его придумаем. Но он остается, все остается. И все это уже повседневность. Так взбодрить всеобщее внимание, чтобы уважали заново напасть на любую страну Евросоюза. Целеполагание, ну в данном случае Сувалкинский коридор, пробить сухопутную по земле возможность сообщения с Калининградом, с дальнейшим разворотом на Польшу и, конечно же, обязательно Киев. Поэтому Киев как цель конкретной военной операции, там, второй украинский фронт, там, первый белорусский фронт, цель освободить Киев, как это было в 1943-1944 год. Нет, не так. В рамках большой войны против блока НАТО, заодно, в том числе, ну почему бы еще и не взять Киев? Потому как нечем, конечно же, нападать. И понятно, что Россия после этого социидального нападения на любую страну НАТО погибнет. Но это позволит Путину быть самым главным. И он, поскольку считает нужным, в том числе, и доломать Украину, не завоевать, не победить. И тем более, не сломить дух украинцев. Ну, нагадить как можно больше, испортить как можно больше, сласть как можно больше. А заодно, конечно же, и своим солдатикам стиральных украинских машин как можно больше. Поэтому Киев в обязательном порядке как одна из промежуточных целей, да. А дальше, а дальше Европа. И как только Путин наваливается на Литву или на Польшу, все тут же забывают, что на самом деле нужно было помогать Украине. Потому что Украина, победившая Россию, не допустила бы Третьей мировой войны с выходом российских войск уже на оперативный простор стран НАТО. Помогите Украине победить, и вам не нужно будет воевать за самих себя. Не хотят. И как только это произойдет, а это произойдет где-то в конце 24-го года. Вот почему все считают, что кризисный 24-й год. Кстати, войну-то не остановит, по прогнозу война-то как раз лезть будет в Европе где-то до 27-го года. То есть 24-й это кризисный, это когда Путин, ему нечем, и тем не менее, ради собственных амбиций он будет. И тогда от Украины все потихонечку отвернулись, ну потому что не до них стало, и все потихоньку спасают сами себя. Польша себя, Литва себя, Германия на всякий случай себя. Вот тут-то уже и открывается возможность попытаться взять Киев. Вот, кстати, о возможных сценариях хочу с вами более детально поговорить, потому что Путин в ближайшее время едет в Турцию. Точно известно, что топ-тема будет война в Украине. Вот некоторые аналитики предсказывают, что таким образом Путин еще с Эрдогана будет пытаться выйти из военного тупика. Сергей, а вам известно, зачем на самом деле Путин едет в Турцию? Турция по уровню вооружения, по качеству вооружения, по современности вооружения опережает на нескольких витков эволюции российскую оборонную промышленность. Турки делают очень хорошее оружие, начиная от стрелкового и заканчивая ракетами. Турция вообще, как это полагается, с позиции великорусского шовинизма недооценена в качестве экономически очень серьезного, очень развитого государства. Ну, турки, что с них взять? Они по сей пору с ручными мельницами кофейными ходят в фесках и ездят на осликах. Это не так. И поэтому теперь, как это уже прозрение, то выяснилось, что и Иран почему-то из американских комплектующих делает шахеды, которых не умеет делать Россия, и Турция. Но Турция, она в этом отношении двулична, Турция всегда предатель. И Турция, она страна-негодяй, она постоянно и что в Евросоюзе чужая, что в блоке НАТО не своя. И с Россией у нее то она убивает российских летчиков, то она не убивает российских летчиков, то она поставляет свои помидоры, то она не поставляет свои помидоры. Поэтому единственного какого-то правильного решения и одной договоренности с Турцией навсегда не бывает. С турками нужно передоговариваться раз в неделю по любому поводу. Если вы сегодня договорились о том, что вы друзья, значит, завтра вы уже, возможно, враги нужно договориться еще раз. Путин поедет к Эрдогану, Эрдоган хорош тем, что он вечен, он тоже будет освобожден от занимаемой должности только вперед ногами. Пытались его, кстати, некоторое количество времени тому назад убить, но не получилось. Может быть, попытаются еще раз. И с турками важно поговорить, поддержать, как бы то ни было, не получится. То есть, турки не смогут поддержать Россию в прямую. Они смогут помочь вооружениям, а заодно Турция, она выполняет сейчас такую функцию у российской внешней политики, когда она как наемник может сделать от имени России какую-нибудь пакость в Сирии. То есть, Россия условно, говорят, договаривается, что мы даем вам возможность всех курдов, вы давно хотели с Курдистаном разобраться, мы закрываем на это глаза, мы вас не осуждаем, мы блокируем абсолютно все резолюции ООН по этому поводу, мы открыто поддерживаем, голосуем за вас, а вы за это, например, в Сирии уничтожаете очередную американскую военную базу. Или, например, вы поставляете в Йемен те ракетные комплексы, которые наконец-то потопят американские эсминец, охраняющие Саудовскую Аравию от еменских притязаний. Вот это не прямые, это косвенные договоренности. При советской власти у СССР была точно такая же болгария на коротком поводке, когда нужно было нагадить чужими руками, тогда договаривались с болгарами. И тогда болгары от лица непонятно кого, на самом деле Советского Союза в качестве бенефициара, устраивали заказные убийства, нападения, например, Али Акджи на Иоанна Павла II. С чего бы вдруг Али Акджи нужно было бы устраивать покушение на Иоанна Павла II? И тем не менее. Потом уже, когда нашли болгарский след, дальше на всякий случай не стали расследовать, потому что было уже определено, что это было сделано по просьбе Советского Союза. Ну, все-таки Карл Войтыла, поляк, и сейчас в Польше выходит система социализма, танками неудобно. Давайте на всякий случай начнем с понтифика. Вместо Болгарии, которая сейчас не играет такой роли, Турция в принципе годится гадить от имени и по поручению товарища Путина и российской власти. Но об этом нужно передоговариваться раз в неделю. Вот об этом хочу с вами все-таки более детально обговорить, потому что есть и следующая новость о том, что Украина может получить новое С-400 российского производства от Турции. Об этом сообщает Defense Express. В связи с этим, то, что вы выше сказали, с одной стороны Эрдоган готов встречаться с Путиным, а с другой передавать Украине ракеты С-400. Вот возможно ли это и решится Эрдоган ли на это? Эрдоган даже не моргнет глазом, потому что у него в этом отношении старая межправительственная поговорка. У Эрдогана нет друзей, у Эрдогана нет врагов, у Эрдогана есть политические интересы. И когда ему выгодно, он каждый раз ванжет Путину в спину не случайно Турция убила российского посла, на что Россия на это отреагировала, сказала, о, послы, да у нас их еще тут целый пучок в базарный день, сейчас пришлем еще с десяток, выбирайте, какого вы будете в следующий раз. Хотя во все времена это означало разрыв дипломатических отношений и вообще-то состояние войны. Но почему бы не уехать русского посла? Да забирайте, подумаешь, в Кемпской области Россия не обеднеет. Турция, получающая от России ракетные комплексы, может их использовать по своему усмотрению, она может ими стрелять по России, она может их продать, подарить, отдать третьей стороне, которая будет, условно говоря, стрелять по Израилю этими самыми С-400, и она может с ними ничего не делать. Но поскольку выгодно сейчас, Эрдоган с удовольствием получит от Путина все, что Путин ему даст, моментально переиграет, забудет и ни в коем случае ни в одну секунду не будет чувства благодарности испытывать к Путину ни по какому поводу. Поэтому это не союзник, это не друг. Турция это всегда флюгер, поворачивающийся в выгодную ему сторону. Сергей, хочу еще с вами обсудить историю с Надеждиной. МОФЦИК, обнаружили в подписях Надеждина на более 15% брака, допустимо всего 5%. Как вы считаете, на этом история с ним закончится, или все-таки возможно продолжение, или кто-то готов выйти за ним на улице? У Надеждина есть самый главный изъян, он никто. Надеждин в политике с 91-го года. С 91-го года по 2024 Надеждин знаменит тем, что он не сделал ничего. Нету ни одного события, ни одного действия, вообще ничего. Это человек ноль. И когда сейчас кто-то обманулся и обнадежился, поскольку у Надеждина очень подходящая фамилия, только с этого момента началась какая-то политическая биография у этого нуля. И когда кто-то всерьез говорит о том, что, условно говоря, там некий процент подписи недостоверный. Или до этого были штабы, которые проводили работу, и тоже были определенные вопросы к этим штабам, особенно когда они провели перепись бежавших из-за рубеж российских активистов, а потом почему-то непонятно, куда дели эти данные. Это все лежит на глазах у общественности, которая обязана думать, будто бы Надеждин это самостоятельное явление, которое вдруг воздвиглось на олимпе политического бомонда, и теперь попытается что-то сделать. Надеждин это никто. Надеждина поиграют по своим правилам ровно столько, сколько будут считать нужным. Захотят в какой-то момент, допустят его до выборов, захотят, например, всему миру показать, что у Путина воистину всенародная поддержка, Путин по праву убивает украинцев от имени российского народа, потому что, посмотрите, даже Надеждин дошел до второго тура, ему позволено было и российский народ всерьез выбирал, а потом сказал, нет, все-таки Путин нам дороже, мы за Путина, и Путин полностью легитимен, и когда кто-то говорит о подпасовке, о том, что здесь есть какие-то неправильные технологии, которые сразу всегда считают в пользу Путина, голосая, поэтому он президент, нет, это искренний выбор народа. Надеждин нужен только для того, чтобы за рубежом верили, будто бы в России есть выборы. Надеждин это вообще никто, он даже не политик, а то, что он говорит, красиво улыбается и кивает головой, это многих обманывает, потому что, ну, есть такая политтехнология, если ты хочешь, чтобы у тебя твой кандидат выиграл на выборах, ты должен его заявить не раньше, ты должен его заявить за полгода, потому что, если его за год хотя бы знают, за этот год, так или иначе, к нему будут вопросы, что ты сделал, кто-то такой. Если ты появился вчера, то завтра за тебя проголосует на новенького, потому что за тобой нет ни плохого, ни хорошего, ну, ты никто. Нельзя сказать, что ты где-то как-то замешан в неправильных делах, и подвигов за тобой нету, ну, значит, наверное, ты хороший. Вот Надеждин выполняет функцию легитимизации преступления под названием Путин вечный правитель России. Ф-16 передадут Украине уже с ракетами на 300-500 километров, об этом сообщает наш генерал Наев. Как вы считаете, как это может сейчас повлиять ситуацию на фронте, и насколько боятся такого вооружения в Кремле? Ф-16 это серьезно, но уж если выигрывать войну, то Ф-35. Небо нужно было закрывать с 24 февраля 22 года, никто не собирается этого делать, и Украине не дают ни в коем случае победить. Украине дают ровно столько, чтобы не проиграть. Поэтому два года обещают, что мы дадим, ну, летчиков научим, ну, ракеты там подкрутим, чтобы они летали на нужный километраж. Так дайте сразу 24 числа. Не, ну что вы, это то же самое, как танки, леопарды, авранжи. Не, 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 ну, вам еще рано в такие игрушки играть. Вы пока вот тут пистолетиками, хлопушками, лопаточками, а потом, когда из детского сада вырастет, мы вам дадим. Украина не должна ни в коем случае выиграть у России с точки зрения Запада, потому что после того, как Украина разобьет российскую армию, ВСУ войдут в Москву, а что делать с этими ста миллионами стадного чувства недоразвитыми, озлобленными людьми? Их куда? Страна без экономики, страна без царя в голове, идеологии нет, все друг друга ненавидят, страна разоренная, дороги кончились, экономика по нулям, есть нечего, с ними что делать? Украина их возьмет к себе на баланс, начнет их кормить? Нет. Он возьмет их к себе на баланс, начнет кормить? Нет. Значит, ни в коем случае, а тем более ядерное оружие, а эти все удельные князья, там 86 удельных князей, князевку, у каждого второго есть своя ядерная боеголовка, зачем все это? Поэтому F-16, конечно, уже второй год, уже второй год они летят, и сейчас они будут, в крайнем случае на третьей год войны они прилетят, тем более, что война же до 27-го, ну, НАТО успевает. И, конечно, если бы они пришли на фронт, они бы сыграли свою роль. А если бы еще ПВО, а если бы еще не было бы закрыто над Украиной, ну, тогда уже, как минимум, было бы меньше убитых украинцев. Но как-то никого, в принципе, не волнует, а сколько погибает украинцев. Ну, что ж, ну, вот война, это же не наша война, это же где-то там какая-то Украина с какой-то Россией. Ну, поэтому мы им будем обещать. Вот сейчас пообещали Ф-16. Ф-35 надо. Вот Ф-35 непобедим. Ф-16 это неплохо, но война выигрывается Ф-35. Также есть хорошая для нас новость о том, что в кафе Лисичанское в результате обстрела ликвидировали министра чрезвычайных ситуаций так называемой ЛНР. Это значит только одно, что всех предателей рано или поздно ожидает один исход. Вот как вы, Сергей, считаете, насколько это влияет на настроение среди оккупантов и в целом на настроение среди российской армии? Российская армия она не является единым монолитом. Тем более, Российская армия все-таки армия одно дело вот в Российской империи, когда это была каста, когда офицеры были дворянами и когда доблестно было служить в полку и каждый гордился тем, что у него там лейб-гвардейский полк или какой-нибудь там знаменитый пехотный полк. Была история и это сплачивало людей. Сейчас в Российской армии тот, кто воюет сегодня не помнит того, кто здесь был вчера, потому что вчерашнего убили во вчерашней атаке, а заодно еще весь полк. И там при вот этой ротации приходят люди на один день, на два дня, на месяц. Через месяц их там уже нет. Убит, сдался, пропал без вести, раненый, непонятно где он. И поэтому нету такого единого явления там российская армия, российские полки. И что думают в российской армии? Там никто ничего не думает. Там люди на зарплате, которые думают, что мне сейчас где-то тут 200 тысяч рублей пообещали. 200 тысяч – это 2000 евро в месяц. Вот мне сейчас 2000 евро в месяц заплатят. Пока я был на гражданке, я столько не получал. А вот здесь, может быть, получу. Ой, кажется, не получу, потому что в меня уже прилетело. Вот из этого состоит российская армия. Размышления о том, что мы погибнем, убило генерала, куда-то делся командир роты, что-то произошло с нашим полковником. Российское общество, оно все-таки еще построено по принципу максимальной ненависти друг к другу. И если почитать переписку или почитать мемуары или, вот, например, почитать Данила Туленкова, в России есть такое удивительное явление, когда на войне оказываются люди, в общем, непричастные. И Данил Туленков – это человек, который получил 7 лет за мошенничество, которое он не совершал. Ну, российское правосудие решило, что нужно расплатиться Данилом Туленковым, его отправили в тюрьму. Он просидел целый год в лагере и после этого решил, что попытая своей удачи записался в Шторм-Зет и у него контракт был на полгода. И пока он эти полгода воевал в Украине, он писал книгу. И он очень аккуратно обошел момент, стрелял ли он в украинцев или нет. Но он очень точно передал атмосферу происходящего на фронте. Ненависти, презрения, цинизма и подлости российских людей по отношению друг к другу. Командиры к подчиненным, подчиненных к подчиненным и, естественно, ненависти к командиру. В порядке вещей пить командира роты, в порядке вещей пить бойца. Норма. Сейчас Данил Туленков, вот он неделю тому назад получил вольную, он уже, с него снята судимость, он вернулся домой к жене, он постепенно уже возвращается в человеческий облик, и он издал книгу. И эта книга, вот она сейчас заявлена, это очень честная книга, несмотря на все красивые нюансы, которые спрятали непосредственно само действие Туленкова. Но он умница, он писателем был до войны, потому что у него до этого уже выходила одна книжка в 16-м году, несмотря на то, что он занимался бизнесом. И книга очень достоверная, она дает представление о том, что из себя представляет российская армия. И поэтому, когда где-то убили какого-то генерала, да плевать на него тысячу раз. Убили какой-то там, погиб целый полк, да плевать на него тысячу раз. И когда где-то там погиб какой-то министр чего-то, да плевать на него, пришлет нового. Тем более, его никто не знал. Какой-то министр, где-то там, какой-то ДНР. О существовании этого министра знает только пять человек ближайшего окружения и еще кто-то в администрации. Даже в ДНР не в курсе, а там есть какой-то министр, а у нас, оказывается, МЧС есть. С точки зрения цели, когда генеральские погоны легли в могилу, это, конечно, прекрасно. И когда ты начальник, когда ты при оккупационной власти пытаешься делать вид, как будто ты здесь серьезная весомая единица, а на самом деле ты предатель, тебя убьют, и ты должен понимать, что Украина будет абсолютно права, расправившись с тобой, либо сейчас, либо потом, возможно, после войны. Будь к этому готов. Именно потому, что ты атакаешь оккупацию, поддерживаешь оккупацию, являешься элементом оккупационного присутствия здесь российской армии. Но самой армии, самим людям, знаете, безразлично все, кроме соседа. Соседская жена интересна, соседские жигули интересны, соседская стиральная машина интересна. Все, на этом кругозор заканчивается. И в армии одноразовых людей, сценично используемых для того, чтобы быть убитыми, конечно же, никто в принципе не смотрит так широко, как присутствие кого-то, сожаление в отношении кого-то, или хотя бы просто осведомленность на вопрос «это кто?» обычно поживает плечами. Сергей, спасибо вам за этот разговор. Будем же вас отпускать. Спасибо за вашу аналитику. А нашим зрителям, я напомню, общались сегодня с Сергеем Ислуняном, это российский оппозиционный журналист. А если вам это видео понравилось, поставьте ему лайк, напишите под ним комментарий, и обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!